Северная Македония пустит российскую делегацию на ежегодное заседание ОБСЕ на уровне министров иностранных дел. С этим решением не согласились Украина и страны Балтии. Государство бойкотирует встречу из-за участия в ней главы российского МИДРа Сергея Лаврова. Представители других государств на заседание приедут. Однако посол США в ОБСЕ заявил, что контактов с Лавровым в Скопье у них не будет. Детальнее об этом расскажет Никита Скобликов. В столице Северной Македонии Скопье состоится 30-я сессия глав МИД ОБСЕ. Одна из центральных тем – война России против Украины. И впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на заседание ОБСЕ будет присутствовать глава МИД Федерации Сергей Лавров. Правительство Северной Македонии разрешило паралет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию. В МИД Украины заявили, Киев отказывается участвовать в министерском заседании ОБСЕ из-за решения допустить навстречу Лаврова. Присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министров впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усиливать кризис, в который Россия загнала ОБСЕ. Совместными усилиями должны работать над спасением ОБСЕ от России, а не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года. Государству, которое развязало самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, Facebook. Солидарны с Украиной и страны Балтии. Представители Литвы, Латвии и Эстонии не приедут на министерское заседание ОБСЕ. Участие Лаврова может легитимизировать страну-агрессора как полноправного члена организации и преуменьшить ее жестокие преступления в Украине и нарушение принципов ОБСЕ, подчеркнули главы дипломатических ведомств стран Балтии в совместном заявлении. Мы танцуем под скрипку, на которой играют россияне, и я с этим не согласен. Если существует организация, которую можно было бы назвать фактически мертвой, то у нас будет очень большая вероятность увидеть, как ОБСЕ станет такой. Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы. В комментарии агентству Bloomberg. Представители других стран блокировать заседание не планируют. Представители США и Евросоюза объясняют. Их задачей на встрече будет оппонирование российским тезисам и манипуляциям. Отмечают, что личных встреч с главой МИД России не планируют. Я должен поехать на совет министров ОБСЕ, потому что мы являемся членом ОБСЕ. Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядом России. Они опять-таки держатся за представление о том, что нужно сохранять какие-то возможности для диалога, для дипломатии, для взаимодействия с Россией. Россия просто работает на подрыв любых международных институций. И ей просто важно показать, что они, скажем так, влияют на принятие решений, блокировать, разрушать. То есть я думаю, что это просто глобальный подход. Там, где они не могут влиять на принятие решений, по крайней мере, все блокировать. Одной из тем заседания в Скопье будут выборы нового председателя ОБСЕ. Ранее ожидалось, что Северную Македонию на этом посту сменит Эстония. Но Россия и Беларусь наложили вето на это решение. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Ну а продолжаем эфир. Да, говорим о том, что Польша также будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье. Об этом заявил министр иностранных дел страны Шимон Шенковский. По его словам, участие российского министра Сергея Лаврова на равных с другими представителями неприемлемо для польского МИДа. Поскольку заседание ОБСЕ направлено на развитие мира и безопасности в Европе. Россия войной против Украины вредит. Кроме того, Российская Федерация саботирует работу организации, препятствует принятию бюджета, а также кадровым изменениям. Давайте мы об этом поговорим. Дмитрий Левусь, политолог-мезнародник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» с нами на связи. Дмитрий, приветствуем вас. Уже сообщают, что Лавров прибыл в Северную Македонию. Я хочу вас спросить. Я очень короткий вопрос задам. А зачем пригласили Лаврова для участия на министерском заседании на уровне министра? И вот зачем это присутствие российской делегации? Это что, для чего, для кого? Здравствуйте. Знаете, я думаю, что те объяснения, которые давал Жозеп Боррель и которые звучат о том, что необходимо оппонировать, необходимо говорить, они на самом деле не могут быть объяснением тому, что там находится Лавров, тем более на фоне того, как все это происходило. Вначале Россия отказывается платить членские взносы, потом блокирует, причем вместе с Белоруссией, если вдуматься, то есть что происходит в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Находится страна, которая развязала большую европейскую войну, президент, который под ордером на арест от международного уголовного суда за депортацию детей, за похищение детей. И второй, приблизительно похожий персонаж, поменьше, естественно, рангом. То есть, и вот это объяснение о том, что это нужно для того, чтобы оппонировать, а они берут и блокируют возможность избрания председателем Эстонии, то есть еще и куражатся. А теперь, когда Лавров прибыл, первые фотографии, которые размещала Маша Захарова, его так называемый пресс-секретарь, из аэропорта, как они едут, несмотря на козни врагов, мы вот прибыли и будем участвовать. То есть, вот эта логика того, что необходима площадка для дискуссии, необходимо оппонировать, она не работает. Они это воспринимают однозначно как слабость, как то, что они преодолели козни врагов. То есть, вот так это они воспринимают. И на самом деле, я думаю, что да, тут, во-первых, действительно такая логика есть. Вот все-таки оппонировать, пытаться как-то понять, убедить. И второй момент, наверное, все-таки испуг. Почему? Потому что Организация Безопасности и Сотрудничества в Европе – это все-таки такой рудимент эпохи Холодной войны, который, по большому счету, якобы гарантирует тот порядок, который существует. В том числе вопрос о нерушимости границ. То, что фактически уже этот порядок уничтожен Россией, то, что площадка на самом деле используется Россией для своей пропаганды и только, более того, убеждает ее в том, что если ее приглашают, что она делает все правильно, изображать эту формальность. В общем, это пока что, знаете, не включается у европейских дипломатов, у очень многих западных дипломатов и у людей, которые определяют внешнюю политику. Все равно пока что до конца вот этого понимания не пришло. Я думаю, что это то, что приглашают, действительно попытка сохранить какую-то переговорную такую площадку. И второй момент — боязнь признать того, что эта площадка уже не жизнеспособна. И цепляние вот за прошлое, за то прошлое, которого, а его, в общем-то, уже давно нет. Вот вы говорите, вот не хочется вас перебивать, но абсолютно вторите тем мыслям, которые есть. Но на самом деле столько усилий было приложено, столько действий важных, столько событий, да, те же европейские страны, которые уделяли этому аспекту для того, чтобы изолировать в дипломатическом отношении Российскую Федерацию из-за агрессивной войны против Украины. А вот тут вот это событие, и я с вами соглашусь, возможно, будут там каким-то образом, да, вступать в диспут и так далее. Но мы же с вами прекрасно просчитать, что будет говорить Лавров, мы можем с вами вот сейчас в прямом эфире, потратив буквально несколько минут, да, опять начнут, что, как он недавно тот же Лавров сказал, что, да, мы защищаем там русскоязычное население, мы боремся против нацизма в Украине и так далее. То есть, в принципе, ничего нового он не скажет, то есть, ну, давайте ему площадку, чтобы он озвучил то, что и так все слышали. Да, я надеюсь, что будут представители тех стран, которые абсолютно спокойно, как когда-то представитель Албании поставил на место Российскую Федерацию, да, и не Бензю. И тут будет кто-то, кто не побоится прямо, и будут те. Но просто само участие, и, ну, хорошо, что здесь Польша, да, в данном контексте выступает и не будет участвовать, выступает против. Но все же большинство стран будут принимать участие, поэтому, как будет это выглядеть, и видите, вот как Захарова, она же подает это как победу дипломатическую, да, и это выглядит как, ну, извините, и говорю как есть прямо, это и выглядит как такая победа для Российской Федерации. И, да, и что это еще означает? Это означает, что дальнейшее такого уровня встречи есть риск присутствия Российской Федерации, то есть 21 месяц мы это блокировали, да, а тут как бы даем, ну, такую возможность и такую волю. Не знаю, как дальше будет развиваться, мы можем только с вами предполагать, Юрий, помогай. Не, я просто, знаешь, думаю... Мы не помогаем, Дмитрий, и все, и так со мной. Не, не, вместе разобраться. Смотрите, Дмитрий, ну, я, ну, для меня всегда, ну, это, знаете, вот Россия в подобных историях, знаете, как, ну, определенное, есть слово называется оксюмарон, да, это несоставимая вещь, это, знаете, вот, 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 как честный, я не знаю, там, честный, там, Владимир Путин, или честный президент Российской Федерации. Я до сих пор не могу понять, как страна, нарушающая мировой порядок, да, убивающая граждан, да, устраивающая террор в независимом государстве, убивая и, по сути, уничтожая нацию, да, с геноцидальной какой-то практикой, может принимать участие в заседаниях на уровне организации, давайте вслушаемся, да, по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ребята, ну, как это возможно? Вот, может, вы объясните, Дмитрий, или просто эти все институции слишком неповоротливые, да, какой-то, я не знаю, у них присутствует определенный какой-то исторический, да, опыт, да, в рамках которого они не могут сразу, да, вот, взять и выгнать подобных стран, да, подобных государств из, ну, из своего состава, по сути, да, вот, ликвидировать как угрозу Российскую Федерацию в своих структурах. Ну, я думаю, что на самом деле все объясняется достаточно легко, да, наичьем ядерного оружия у Российской Федерации и вот этой ядерной триады, которую все пугаются и из-за которой вот так вот сложилось, да, все, это один момент, да. То есть, ну, мы опять же, давайте не будем рассматривать ОБСЕ отдельно от других институций, например, от ООН, где Российская Федерация вообще гарант мировой системы безопасности, так, если формально посмотреть в постоянный член Совета Безопасности ООН с правом веда. То есть, вот, да, организации, по большому счету, ну, изжили себя, да, то есть, я, например, думаю, что ООН, он должен сохраняться, но его реформа, это просто то, что назрело, перезрело, это то, что Украина инициирует, это существует украинская формула мира, которую предложил президент Украины Зеленский, да, то есть, и вот она стала где-то таким и толчком для того, чтобы обсуждение этой реформы пошло, но по поводу ОБСЕ ситуация выглядит, как по мне, еще и, ну, хуже, да, почему? Потому что, как, то есть, ну, особых каких-то, ну, я не знаю, как это, по-русски, сдобудки, достижений, да, у ОБСЕ назвать мы не можем, да, то есть, ну, есть мониторинговые эмиссии ОБСЕ, которые там работали, и сейчас, вот, кстати, вот тоже там в Молдове работало, и на Донбассе работало, СММ, да, там, то есть, но ни к чему оно на самом деле не приводило, и Россия действительно восприняла нынешнюю ситуацию как свою победу, получила площадку, более того, если мы сейчас вот видели, что Россия где-то существовала теперь в пространстве азиатском, и то так достаточно условно, ну, вот Путин съездил в КНР, выступление на виртуальном форуме 20-ки, саммите 20-ки в Индии, да, то есть, вот оно вот так вот выглядело, то сейчас происходит вот это такое, как бы, возвращение, но я не думаю, что все на самом деле настолько радужно, почему? Потому что неучастие Украины, неучастие Польши, неучастие Латвии, Литвы, Эстонии, оно тоже достаточно показательно, то есть, это позиция, которая говорит, что не будет, если будет Россия восприниматься здесь, на площадке ОБСЕ, как равная сторона, как сторона, которая, как приличная, да, то все равно смысла в этом не будет, потому что не будет, нет участия ведущих стран центральной, восточной, северной Европы, да, то есть, поэтому выбор перед демократическим миром, ну, он стоит, да, он вполне конкретный, или это, получается, дополнительно, создается дополнительная площадка для России, либо тогда получается, что диалога на самом деле не происходит никакого, то есть, вот нынешнее мероприятие, совет министров ОБСЕ, получается, что он, ну, он все равно несодержательный, почему? Потому что вот есть позиция Украины, Балтия и Польша, и есть вот формальность, которую проявили, да, то есть, пропустив самолет с преступником, запустив туда Россию, которая, в общем-то, сразу же продемонстрировала, как она это воспринимает, когда, тут надо, может, еще вспомнить историю, как ОБСЕ появлялась, это тоже рудимент холодной войны, совещание по безопасности и сотрудничеству, в Европе, да, было изначально, и я думаю, что все-таки, наверное, наибольший вот аргумент, который есть, о котором не говорят, в отличие от, ну, вот от того, что должна быть площадка, чтобы оппонировать, дискутировать, ну, вот почему-то наивное такое убеждение в том, что можно оппонировать Россию, это к чему-то приведет на таких площадках, да, не приводит же, как так вот, я думаю, что вот это вот, есть убеждение в том, что благодаря ОБСЕ, поскольку с хельсинских совещаний началось вот это, ну, как стабилизация, да, то есть была признана стабильность послевоенных границ в Европе, вот, мол, сохранение такой сакральной площадки, вот оно где-то и демонстрирует то, что границы в Европе неприкосновенные, ну, так, если это так, то зачем там терпеть Россию, которая официально уже... Дмитрий, я на секунду буквально, просто сейчас хорошие кадры наши, коллеги, спасибо коллегам, режиссерам, редакторам, показывали как раз государственного секретаря США Энтони Блинкина, который прибыл в Скопье, да, поприветствовал, там проведены были ряд рабочих встреч, и я сейчас извучу, сейчас покинул Скопье и покинул как раз до момента прибытия Лаврова. Это тоже о многом говорит, это... Болестенько справился. Да, ну, работу сделал, мы просто как раз показывали приветственные кадры, как он общался как раз с министрами, это тоже о многом говорит, и это очень важный аспект о том, как вот, ну, тут Соединенные Штаты Америки, ну, позволю себе, так сказать, последовательны в той изоляции, в дипломатическом отношении Российской Федерации, да, потому что есть определенный ряд, скажем так, требований, которые Соединенные Штаты Америки озвучивали не единожды, по отношению того, как Российская Федерация действует в отношении Украины. И вот это вот то, что Блинкен покинул, покинул и даже, ну, скажем так, не на секунду и глазами там где-то не пересекся с Лавромом, это тоже о многом говорит. Спасибо коллегам, что показали как раз. Продолжайте. Да, это, кстати, да, это очень правильно, потому что, ну, есть заявление еще нескольких министров о том, что они не планируют встречаться, не будут пересекаться, да, то есть это ведущие страны об этом тоже заявили. Вот, так вот, я думаю, что такой, вот, к сожалению, до сих пор есть такое ошибочное мнение о том, что вот ОБСЕ это то, что, так сказать, сакрализует границы, существующие в Европе, но на самом деле тут эта логика тоже не работает. Почему? Потому что именно Россия в 2014 году официально объявила о включении Крыма и Севастополя в свой состав, а в прошлом году официально заявила о том, что еще четыре украинские области, она включает свой состав и, как они считают, что это убийственный аргумент, мы вписаны в Конституцию Российской Федерации, да, то есть вот, вот, поэтому я думаю, что это, наверное, все-таки вопрос времени и когда ОБСЕ, скорее всего, ну, прекратить, наверное, существование, к сожалению, так пока что выглядит, хотя я думаю, что мир будет пытаться, страны-участники ОБСЕ будут пытаться сохранить его до очень долго, да, то есть я думаю, что до самой последней возможности. Возможно, оно и перерастет в что-то без России, потому что вот то, как оно выглядит сейчас, без участия конкретно пяти, да, на данный момент стран, без вот с таким формальным подходом, как со стороны государственного секретаря США и еще ряда министров ведущих стран, то тут смысла тоже в его работе особого нет. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» был с нами на связи.